В эфире программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Всем здравствуйте. Напротив меня директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-Информа» Азиз Агаев. Азиз Алейч, добрый день. Здравствуйте. Начнем, конечно, с пятничного события, с задержания и последующего ареста Никиты Белых. Но вы никогда не скрывали, что вас нельзя называть ни другом, ни соратником губернатора. Тут неоднократно в нашей студии высказывались и критиковали его деятельность. Не все огульно, да, взвешено, надеюсь. Вы его, я так понимаю, нашим слушателям это должно быть все знакомо и известно. Ваша первая реакция, когда вы услышали новость о том, что задержан губернатор Кировской области? Я даже помню, я ехал в автомобиле, и когда я услышал эту новость, я был очень удивлен. Очень удивлен. Для меня было неожиданно. Мне очень было приятно слышать, не хотелось бы слышать такое про руководителя ТВ-региона. Несмотря на то, что, как мы с вами уже говорили, что я видел достаточно недостатков в его работе и в его подходах, в том числе в управленческих. Неприятно. Ну, кстати, вы тут никогда про коррупционную составляющую работы правительства не говорили? Не говорил, потому что, если я, видите, я очень тесно работаю с предпринимателями, если бы я знал бы что-то от местных предпринимателей, конечно бы я об этом говорил. И я всех предпринимателей всегда призывал, если кто-то хоть каким-то образом на территории области пытается какие-то коррупционные схемы из-за чиновников проводить, в обязательном порядке сообщать. И если сами не могут, то пусть подходят, найдутся люди, которые поможут организовать, чтобы такого чиновника отправили куда следует. То есть на вашем веку в бытность Никиты Юрьевича здесь губернатором не было таких вращений от бизнесменов? Ко мне не было, что вот Никита Юрьевич занимается такими делами. А вообще вас эта история, вот вас лично, она каким-то образом задевает? Первая реакция, вы сказали, грустно, что в нашей области такое произошло с чиновником. То есть это что, мы прославились так, вы что ли имеете в виду? Или вы имеете в виду все-таки саму личность Никиты Юрьевича? Я не очень хотел бы, чтобы у нас в области вообще первые лица занимались такими делами и занимались в чьих-то интересах. Мне это очень неприятно. Я сразу в связи с этим вспомнил одно из последних заседаний экономического совета, где с нашей стороны было предложено, как раз было связано с лыжным комбинатом. Это было сколько лет назад? По-моему, лет пять. Экономический совет при губернаторе был, да, который он сам и возглавлял, что, кстати, я тоже критиковал всегда, считал, что не может губернатор быть председателем совета, экономического совета при губернаторе. Сам при себе называется. Вот, а значит, и на этом, я помню, совете, значит, предложение было с нашей стороны, мы его в торгово-промышленной палате вырабатывали, что если кому-то область дает какие-то преференции, то нужно в такое соглашение включать пункт. Либо правительство назначает аудитора... Преференции кому-то бизнесменам, вы имеете в виду? Какому-либо обществу, инвесторам, да, да, да. Какие-то областные преференции, льготы, земли, леса и так далее. Либо область назначает аудитора на эту компанию, да, который смотрит, а как используются в том числе эти преференции. Значит, либо назначает члена совета директоров, который также имеет право доступа к любым документам, чтобы анализировать ситуацию. Почему этот возник вопрос тогда? Потому что тогда достаточно, несмотря на преференции, лыжный комбинат получал убытки. Соответственно, раз получал убытки, областной бюджет не досчитывался определенное количество налогов. И тогда возникало такое было предложение. Но это предложение было с негодованием отвергнуто, что это за контроль, такое у нас рыночное отношение, предприятие само должно. Но рыночный тогда пусть не обращается за преференциями к области, да. А если обращается и получает, значит, область должна не просто давать эти преференции, но и в ответ получать что-то. Потом этот вопрос повторно поднимался, где-то уже, по-моему, через год. Но тоже не получил своего положительного разрешения. А Вы считаете, что таким образом, если было бы, например, такое решение внедрено в жизнь, то можно было бы избежать ситуации, когда мы говорим о том, что даем преференции какому-то бизнесу, этот бизнес потом помогает городу, например, или областным киноправлением. А вот вопрос помощи городу, значит, или там области в этом смысле, он не должен вообще рассматриваться с этой точки зрения, вот эти преференции. То есть там есть показатели эффективности, когда выдаются эти преференции. И нужно было создать систему строгого слежения за этими показателями. И, значит, почему этой системы не было, или она была, но она не работала, это опять вопрос к экономическому блоку правительства. То есть вопрос лично Кузнецову. Значит, я считаю, что если бы люди, которые работают на этих должностях, они бы проявляли принципиальность в этих подходах, значит, более-менее последовательно и принципиально, хотя я не во всем всегда согласен с Ковалевой, проявляет именно Ковалева. Но, видимо, ее голос в этом смысле не всегда был. А вы считаете, что у нас в России вообще, в других регионах ситуация совершенно иная, и там четко поставлен контроль, открываются там фонды, преференции учитываются, никто друг другу ничего не обещает, просто на словах очень четко оформляет все взаимоотношения. А знаете, меня такие вопросы немножечко раздражают, особенно когда, например, даже президент говорит, вы посмотрите у себя на демократию в Соединенных Штатах, я не хочу смотреть на чужих, я хочу быть лучше, чем чужих. Я сейчас не об этом говорю, возможно ли вообще в нашей стране такую систему не обладает? Возможно, это было полностью в руках губернатора. Просто нужно знать, как систему построить, и, значит, как сделать так, чтобы система была работающей. Для этого нужны управленческие знания. Но, к сожалению, команде Никите Белых, я бы по пальцам посчитал людей, которые способны создавать такие системы и обеспечивать их работу. Ну, вы на протяжении всех этих лет здесь у нас об этом говорили, на самом деле. Ну, говорил, говорю, да, пока ситуация такая есть, я ее повторяю. Да, возвращаясь к деньгам, взятым на нужды города. Так вольно интерпретировано то, что сказал следователь на суде, что эти деньги предназначались для реализации никаких проектов в городе. Ну, якобы Никита Юрьевич сказал об этом следователе, ну, как бы... Вот меня следующий вопрос здесь интересует. Вот, вот, откомментировал это сообщение мэр города Владимир Васильевич Быков. Следующими словами. Я знаю, что губернатор собирал бизнесменов, говоря, что есть несколько инвестиционных проектов. Цитирую. Речь, в частности, шла о восстановлении Спасского собора, реставрации исторической части города-фасадов, установке новых памятников. Однако никаких денежных средств в администрацию городу не поступало. Что здесь хотелось бы понять? Во-первых, замечали ли вы, Азиз Алич, что практически в последние годы, много лет, ну, уж в бытность моей работы здесь, практически все городские проекты содержали строку внебюджетное финансирование. Замечал, да. Говорили о фонтанах, которые возникли в прошлом году, или о последнем концерте Дениса Майданова, где 800 тысяч бюджетных, а миллион внебюджетный. А кто, кстати, внес это? А вот вопрос, замечали ли вы, что никогда напротив этих строки внебюджетных средств не стояло ни название компании, ни фамилии? Замечал, и это считаю, что самое плохое. А при этом, кстати говоря, город, и в том числе руководство города всегда использовали это как козырь про внебюджетные средства. Из рукава. Не волнуйтесь, вы горожане, это не из бюджета, это внебюджетное. Да, да, да. Как только задавали вопросы, они говорят, вот смотрите, у меня в рукаве есть еще одна карта, посмотрите, мы не видели вот это вот. Вот интересный вопрос. С одной стороны, говорят, что это козырь, с другой стороны, когда губернатор заявляет, как будто бы на суде заявляет, что эти средства на очередной проект в городе, в том числе, возможно, заявленные Спасский собор, фасады и прочее, мы не знаем. Но, возможно, откуда же должны были взяться эти деньги? Город говорит, нет, 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 никаких средств не поступало к нам. Ни на это, ни на то, ни на что вообще, непонятно. Ну, понятно, значит, может быть, эти деньги... Ну, во-первых, я хочу четко сказать, что, несмотря на то, что уважаемый Быков Владимир Васильевич употребляет слово «инвестпроект», то я не могу считать Спасский собор, памятники и фасады инвестиционными проектами, да, скажем, благотворительные проекты, потому что инвестиции предполагают возврат инвестиций. Если они не предполагают возврат инвестиций, значит, это... Я не знаю, уже на каком-то возврате там договорились-то... А может быть, да, может быть, кто-то чего-то знает, поэтому слово используют «инвестпроект», да? А теперь, что касается неиспользования имен благотворителей. Я думаю, что всегда надо писать. Вот прямо писать. Кто дал? Люди должны быть благодарны тем, кто организовывает им концерт Дениса Майданова. Почему не пишут? Я не знаю. Может быть, потом... Есть предположение, почему не пишут? Может быть, они потом, эти инвесторы, какие-то преференции получают как раз. И вот так вот внеси, мы не можем из бюджета, например, Дениса Майданова, там, миллион и семьсот... А он говорит, а я не могу так перечислить со своей фирмой просто так на ваш счет. А он говорит, ну, я Денису Майданову. То есть я, например, с своего счета это лично могу, Денису Майданову, почему не могу-то перечислить. Он говорит, хорошо, я перечислю, только, значит, я вот там буду участвовать, там где-то. Может быть, вы поможете мне? Вот, то есть... Но я помню, когда... А другие-то предположения... Нет, бывают люди, которые вообще не хотят афишировать, да? Но они и делают таких громких вещей, и, как правило, не участвуют... А в официальных документах это должно числиться, значиться или нет? Все-таки. Я считаю, что да. Но это никогда мы не видели на пресс-релизах. Я считаю, что да. Я считаю, что нужно, когда ты пишешь в небюджетные средства, ну, давай автор этих небюджетных. А иначе это получается, что мы считаем, не знаю, Воробьев где-то там. А вы помните, вот, вы знаете, вот меня по этому вопросу, я тоже спрашивала, когда презентовали здесь муниципальные парковки платные, которые собираются строить. Там тоже большая часть, это внебюджетные средства, инвестиционные. И не было указано, кто собирается этим заниматься. Я не знаю, может быть, конечно, будут выставлять каким-то образом на конкурс это дело, но хотелось бы увидеть. — Подождите, конкурс это уже что? Это уже совсем другой проект. И, ну, что значит небюджетные средства? Это значит территорию выставляют на конкурс, но если это моя парковка, то я должен опять, опять, если это инвестиционный проект, но если это благотворительность на парковке, ну, я не знаю. У нас давно, как бы, значит, была такая ситуация, когда, чтобы получить разрешение ГАИ на оформление офиса или магазина, то там условия выдвигали, что ты там перед своим офисом или магазином делаешь стоянку, да, то есть парковку непосредственно для автомобилей. Я не знаю, в каком ракурсе они мыслят или в каких рамках они мыслят. Понятно, что если человек делает парковку, то он какую-то выгоду от этого должен получить. У меня сейчас такой вопрос. У нас сейчас в городе возникшие столько проектов, там, та же набережная, которую все активно заявляли, что ее отремонтировали при непосредственной помощи личной Никиты Белых и денег, которую он привлек. Те же там скульптурные композиции, там, фонтаны и прочее, которыми еще раз так гордился город. А сейчас что? Как? Гордиться больше не будем? Подождите, конец света не наступил. Значит, любой губернатор захочет оставить там и фонтаны, и приличные памятники, потому что я видел, я не знаю, чем вы сильно гордитесь, но есть памятник, которым я бы не стал там, например... Много спорных объектов, конечно. Да, спорных объектов достаточно много. Я думаю, что будет, если будет, если все пойдет, там будет новый губернатор, будут новые памятники, новые спонсоры, деньги на... Просто все это делать надо по-другому, все это делать надо открыто, публично, и чтобы потом никто, да, и не брать в ресторане денег, так сказать, да, где-то в полутемном ресторане, а пусть люди как бы конкретно пересчитают, чтобы мы знали поименно своих героев. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, через полторы минуты продолжим с Азизом Агаевым, это его особое мнение. Это программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занько, и свое особое мнение продолжает высказывать директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азиз Агаев. Азиз Альич, то есть вы согласны с мнением Владимира Васильевича Быкова, что задержание губернатора какого-то значительного урона городу не принесет? Как в области... Ну, вот я не хотел бы соглашаться или не соглашаться с Владимиром Васильевичем, потому что урон, я вам уже говорил, что урон уже нанесен и городу, и области тем, что наш губернатор оказался вот в такой ситуации. То есть он арестован, что его показали по всей России в момент получения денег. Урон уже... То есть тот моральный урон, который люди получили, который чувствует себя сегодня подавленными, кто-то начал защищать его, кто-то радоваться, злорадствовать, смеяться и так далее. Ну, эта штука быстро пройдет. А что касается экономического, конкретно экономического урона, социальная сфера, что-нибудь изменится? Я не знаю, будет ли дальше в социальной сфере. Вы имеете цель благотворительности? Да, проекты, в которых участвовал Гитая Юрьевич. Ну, я не знаю, будут ли поддерживаться там Спасский собор, там, и еще какие-то проекты. Исторические фасады зданий, например, которые зателываются. Исторические фасады, думаю, что исторические фасады, наверное, скорее всего, будут поддерживаться. Скорее всего. Ну, не знаю, будет ли там проект собора поддерживаться или какие-то другие объекты. Придет новый человек, он будет по-своему видеть. Если придет новый человек, как обычно поступают вновь пришедшие? Они подхватывают проекты или они их, наоборот, вычеркивают и что-то новое? Анекдоты с тремя, про трех припакета, знаете, да? Он приличный? Не, он приличный, но его всегда, как бы, вот, некоторое поведение, в том числе и предыдущего губернатора, ну, вот, я имею в виду, Никита Белых тоже иногда напоминал. Но еще пока не предыдущий. Ну, да, посмотрим. Вот, когда приходит новый губернатор, значит, Старый ему дает три пакета. Будет тяжело, открой первый. Будет тяжело, потом откроешь второй. Ну, и, в конце концов, третий. И вот настает такой момент, когда надо что-то народу сказать, и губернатор открывает, ну, или руководитель, неважно, первый пакет. Там написано, вали все на меня. На предыдущего? Да. Вот. Наступает время открытия второго пакета, открывает второй пакет, и говорит, обещай народу все. Вот, и когда третий раз тяжело становится, открывает пакет, там написано, готовься к уходу, готовь три пакета. Ну, это касается каждого руководителя. Это касается каждого руководителя. То есть, что будет делать новый руководитель? Это вы предупреждаете сейчас слушателей, как нужно там, что произойдет? Да, что будет делать новый руководитель, значит, я не знаю. Если он нормальный, сильный управленец, конечно, он не будет по анекдоту действовать. А вы пытались в эти выходные размышлять на предмет того, кого назначат или пришлют, если такое случилось? Ну, каждый, наверное, сегодня задумывается. То есть, из тех кандидатов, в четверых которых были названы, уже я не вижу в качестве сильных ни одного. Один вообще сказал, я не собираюсь, Тинченко. Ну, пока не собираюсь. Я не кодернатор, он сказал. Пока не собираюсь. Значит, скажет ему и пойдет, как миленький. Не пойдет. Не пойдет. Не возьмет три пакета. А уйдет из Совета Федерации. Что мы не знаем, потому что, поймите, значит, такие поступки и такие заявления может делать человек, который может легко встать и уйти как профессионал. Тинченко не может этого сделать. Я лично считаю, что если он уйдет из Совета Федерации, непонятно, где он будет работать. Ну, он будет где-то работать, но вряд ли он хочет потеряться. Значит, поэтому, а все остальные, которые названы, не считаю, что хоть один из них сегодня способен помочь области. Но у нас есть в области люди. А у вас есть ощущение, что фамилия этого человека заранее была известна? Кто займет его место? Нет, нет такого общения. Нет такого общения. А в свете того, что произошло, а как вы думаете, если будет прислан человек, то он будет в продолжении линии все-таки Никиты Юрьевича взглядов? Или в полностью противоположных взглядах? Вот вы меня спрашиваете, при этом знаете, что я во многом не согласен с линией Никиты Юрьевича, да? В том числе, например, в экономической сфере. Я бы не хотел, чтобы он был продолжателем линии Никиты Юрьевича в экономической сфере, или в кадровой сфере, или в сфере управления госимуществом, например. Я не хотел бы, чтобы он был. Это бывшего силовика, например. Это популярное сейчас назначение. Значит, если будет бывший силовик, тот силовик, понимаете, должность губернатора такая должность, которая требует от губернатора двух вещей. Первое – стратегического мышления и умения подбирать кадры. И вот если придет силовик, то он должен сразу знать, что ему, например, на экономический блок не нужен силовик и не нужен бывший банковский работник. То ему нужен человек, который реально может и реально себе представляет, что такое управление социально-экономическим развитием региона. То есть он должен быть управленческий, грамотный, уметь строить стратегии, уметь определять тактики, уметь знать, что такое проектное управление. Ну и целый ряд таких вопросов. А вы заикнулись о том, что вы видите целый ряд интересных людей, которые могли бы быть губернаторами внутри области? Да, я сегодня уже реально могу. Серьезно? Кого? Реально, например, Эдуард Носков. Да? Да. Нет, я вижу его. Да, простит он меня, что я его как бы называю, но пойдет ли он, сегодня будут, занимаясь достаточно ответственным делом, это как бы второй вопрос. Пожалуйста, я сегодня вижу Андрея Вавилова сильнее, чем все эти депутаты, в том числе и Тимченко. Вы осознаете, что это просто невозможно и невозможно? Почему невозможно? Почему невозможно? Это человек, который не оторвался сегодня от земли. Андрей Вавилов в политике, замечен, не был. Нам не нужен политик, я устал уже от политиков-губернаторов, понимаете? Я думаю, что многие жители области тоже поддержат меня. Нам не нужен политик, нам нужен человек, умеющий и знающий, как управлять областью. Вы серьезно думаете, что кто-то будет спрашивать, что нам нужно здесь внутри области? Ну, если не будет, значит, через 3-4-5 лет, значит, еще будет одно дело, через 3-4-5 лет еще одно дело, до тех пор, пока область не дойдет до такой ручки, что рано или поздно нужно будет посадить правильного человека, умеющего управлять и думающего о людях на территории области, а не просто об избирателях. Это из-за Сагаева, это его особое мнение. Теперь два слова все-таки о перспективах исторических зданий, которые собирались реставрировать, в том числе и благодаря проектам, продвигаемым Никитой Юрьевичем Белых. На прошлой неделе Валерий Васильевич крепостнул, решил рассекретить свой проект «Вятский променад». Вот так мы все завязались с этой темой, и сейчас про Валерий Васильевич крепостнул. Вот такой сюжетный, это рассекретил Валерий Васильевич. Он рассекретил. Вы помните, сколько мы говорили здесь тоже в эфирах и везде, и везде, что да что ж такое, что за секретный проект, какой такой «Вятский променад». Ну, может, он просто не готов. Взял бы да рассказал, а то уперлись в это колесо, и кроме колеса ничего не знаем, и там, наверное, такой проект замечательный. Вот, наконец, Валерий Васильевич послал на встречу со смешниками-активистами своего соратника. Я думаю, что во многом соавтор этого проекта Николай Шабалина, который возглавляет музейный исторический центр. Ну, знаю Шабалина, вряд ли он соавтор этого проекта. И инженера, который участвовал в этом проекте. Смотрели, читали проект? Читал. Потому что все написали уже об этом. Мифы развеяли по поводу колеса и что это будет. Как вам мост, например? Через улицу Ленина. С винтовыми лестницами металлическими. Ну, посмотрел. Ну, не знаю. Я бы прошелся или нет? Нет. Я бы лучше прошел прямо. То есть мы цепляемся с какие-то вещи, которые там были сказаны. Ну, это же мелочи, как бы, так по большому счету. Хорошо, если будет такой там... Смотрите, фонтаны были названы. Хорошо, если будет сколько-то километров, когда люди могут спокойно пройтись. Отлично. А вы видели это где-то в презентации, что будет несколько километров, где люди спокойно пройдутся? И каких людей вы имеете в виду? Горожан. Ну, как люди разные у нас есть. Те, которые ходят ножками, и те, которые предлагаются инвалидной коляске. Да, да, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Я не знаю, если возможно, я бы, например, под улицей Ленина сделал бы подземный переход. Причем такой достаточно спокойный подземный переход, чтобы можно было на велосипеде проехать, там, на колясочке. Очень красивые подземные переходы в Баку вот сделаны. Очень много подземных переходов. Вот к набережной идут отличные подземные переходы с приспособлениями для инвалидов, с эскалаторами. В общем, просто прекрасные. И главное, что все эти подземные переходы как музей. То есть туда спускаешься, хочешь спуститься, еще раз посмотреть и подняться на набережную, там, условно говоря. Было бы отлично, если бы был бы подземный переход. Но вот мостик мне, честно говоря. Вообще сам проект, что вы когда увидели эту презентацию, что вы поняли про него? Что он должен быть или не должно быть? Что он должен, там, не знаю, быть и изменен, и доработан, или хотя бы надо реализовать хотя бы это, потому что это уже начало. Что там реализовывают-то? Там уже все реализовано. Как бы там остается только мост и колесо обозрения. То есть ничего не будет изменено, просто поставят колесо обозрения и мост? Так все остальное уже есть. Спаский собор, набережная, там, улица Спаска. Что нужно-то еще? То есть просто прекратят движение по улице, поставят мост и колесо, и все? Ну, я думаю, что да, в этом и заключается. Ведь, смотрите, Валерий Васильевич очень последовательный, умный человек, как бы соображающий, чего он хочет, и очень энергично этого добивается. И то, что он сумел соединить вот уже имеющиеся, практически готовые, там, да, и свое желание поставить в центре города колесо, это как раз показывает, он, посмотрите, прекрасно, мне очень понравилось, как они все ответы приготовили, там, на, эта работа с возражениями, скажем так, да, называется у продажников. Значит, отлично, молодцы, все сделали как надо. Но все это сделано не как таковое для Вятского променада. Вятский променад, он уже есть. То есть, пожалуйста, от площади мы всегда, даже всех гостей так и водим. Они приходят, мы именно так и водим. То есть он взял существующий, как бы, уже маршрут. Ну и что тогда, чем тогда тут, что грандиозно в этом проекте? Мост и колесо. Мост и колесо. На этом мы прервемся на короткую рекламу, через две минуты вернемся. Азиз Агаев в программе «Особое мнение». Продолжаем разговор. Не знаю, есть ли смысл что-то еще говорить про Вятский променад. У меня ощущение некоторого разочарования и в променаде, в проекте, и в себе. Я думаю, что очень многие, как и я, очень глупо, как-то смешно и поеждевенчески ожидали от этого проекта каких-то серьезных изменений в самом маршруте. Что будет доступная среда реализована. Что можно будет с колясками, велосипедом и инвалидом по этому променаду легко прокатиться наконец-то, а не просто ножками через бордюры, тротуары, ямы переступать. Потому что ни слова не сказано о том, что будет дорожное покрытие делаться. Что будут зеленые зоны и вообще какое-то озеленение. Что будут точки роста и притяжения. Там будут описаны все здания и будет предложено, где можно ставить свой ресторан, какую-то лавочку и еще что-то там. Как бы вот ничего этого не увидело, а увидело то, что вы и сказали, колесо и мост. Ну вот и все. Глупо с нашей стороны. Ну просто вот нужно было вписать, потому что одно из основных претензий людей к колесу было то, что оно не вписывается в архитектурный облик площади. И вот просто вписалось. Вот было задание, оно теперь вписали вот в этот рядский променад. Да, очень хорошо разложили и все. Да, когда еще и мост появился, а теперь поставьте рядом мост и колесо. И вы видите, что они нормально друг с другом сочетаются. То есть не было элементов, которые друг с другом сочетались. Ну в смысле колесо не сочеталось. Я вообще не вижу, как мост с колесом сочетался. Нормально. Оба не вписываются в облик. Теперь есть два элемента не вписывающихся. Раньше был один элемент, а теперь два. И теперь сказать то, что, слушай, прекрасно вписывается, вот есть один и будет еще второй. Поэтому что тут говорить-то? Вы разочаровались, потому что вы были очарованы. Вы чего-то ожидали. Не надо ничего ожидать. В этом случае нет. Понятно. Другой вопрос, который хотелось бы с вами обсудить, это акционирование центрального рынка. Администрация города предложила проект акционирования с последующей модернизацией этого самого рынка. Собственником 100% акций, согласно ему, станет муниципалитет. Но депутаты Кировской городской думы могут своим решением в любое время эти акции продавать. К чему это все ведет? Что нормальный процесс. Давно надо было избавиться от центрального рынка. То есть это процесс избавления от центрального рынка? Ну да, просто может быть избавление может в итоге быть как бы в интересах своих каких-то людей. Но смотрите, ведь может потом оказаться, что там не будет Владимира Васильевича, будет другой человек. И соответственно будут реализовываться интересы другого человека. Где там не будет? Ну в городе. В центральном рынке? В городе. В городе? В городе. А что сейчас это реализуется в интересах Владимира Васильевича? Я не знаю. Я не знаю. Просто мы знаем, что они хотели продать конкретным этим людям. Как они называются? БСП, Инвест там. Плюс чего-то. Это в рамках, значит, всегда того, что такие вопросы, я всегда говорил, что нужно всегда учесть все интересы всех заинтересованных сторон, понять кто что хочет, чтобы потом сочетать эти интересы и получить близкое к идеальному решению. Понятно, идеального решения. Ну вот это близкое к идеальному решению, акционирование? Нет, это не может быть близкое к идеальному решению, это просто способ облегчения в конечном итоге продажи рынка. А кстати говоря, вот если сейчас пройдет акционирование, даже нынешний городской дум может успеть продать до выборов? Ну, очень сжатые сроки. Дело в том, что если мы предполагаем, что Быков будет участвовать в выборах, а он будет участвовать, и если он в списке будет номер один, то вероятность того, что он станет депутатом Госдумы по списку большая, тогда уже в городе может к моменту продажи появиться другой человек. А вы думаете, Владимир Васильевич в Госдуму пойдет? Если он заявился, почему он не пойдет? Ну, ведь разные есть схемы и способы. Мы знаем их. Отказаться в пользу другого кандидата? Ну, если его заставят отказаться, то он откажется, конечно. А вообще, вам кажется, что Владимир Васильевич в Госдуму вполне себе бы пошел сам? Ну, я за него, как бы, мне очень сложно говорить, потому что это достаточно самостоятельная личность, там у него свои соображения, но мне кажется, что да. А мне кажется, что как партия скажет, так и будет. Ну, да, и это правда. В «Единой России» очень жесткая дисциплина. Ну, мы же с вами уже говорили, что любой человек захотел бы в Госдуму пойти, но любой нормальный человек, как ненормальный бы. Это не в эфире, не в эфире. Да, нет, нет, и в эфире я, по-моему, с Володей говорил, что скажите, вы не пойдете, что ли? По смотанию. 400 тысяч, значит, в месяц, ничего делать не надо. Периодически можно, значит, передавать свой мандат кому-нибудь, а потом за него сидеть, кнопки нажимать. И, собственно говоря, все. И 400 тысяч, мало того, 400 тысяч, вы еще всех друзей можете пристроить помощниками, и каждый из них будет получать заработную плату. И не обязательно этим помощникам быть экспертами. Вот, честное слово, я вам скажу, Аси Салич, удивляюсь. Вы рассказываете такие ужасы про Государственную Думу, и при этом верите, что в отдельно взятом регионе можно построить образовательную, прозрачную, цивилизованную экономику? Я верю в силу воли людей, я верю в то, что несколько человек смогут, объединившись, изменить область региона. Поверьте, я в это верю реально. Это при таком-то, при такой-то куздуме, о которой вы говорите? Ну, ведь она тоже будет меняться, я в это тоже верю. Я вообще оптимист. Мечтатель, я бы сказала. Ну, ладно, пусть так будет. Есть еще время обсудить другие вопросы. Ну, во-первых, хотелось бы услышать ваше мнение об общественном контроле за ремонтом дорог. Мы даже можем уже некоторый итог промежуточный провести, потому что прошло там две с половиной недели, с тех пор, как выезжают известные вам люди на этот самый контроль, и друг другу предъявили претензии общественники, администрация, администрация общественников, они никак не могут состыковаться по времени. Одни говорят, что сообщают и приглашают, другие говорят, что не получали, хотя вроде как получали. Но вообще вся эта история с общественным контролем на пользу нам, на пользу регионов и жителям. Любое несистемное мероприятие, оно бесполезно. Вот то, что сегодня называется общественным контролем, оно мероприятие несистемное. А раз оно несистемное, то оно, эффективность ее очень низка. Но чему мы тут уделяем? Так, это разные вещи. Бесполезная и низкая эффективность. Низкую эффективность можно поднять до высокой. Вследствие низкой эффективности – это бесполезность. Понимаете? Вот если поднимем эффективность… Как? Вы хотите, чтобы я над этим проектом позанимался, но меня никто не приглашал. А самому вам не интересно? Что с нашим контролем? А самому я считаю, что любое дополнительное… Посмотрите, это все дополнительные звенья в управлении. То есть управление – это процесс закругленный. То есть принимаются решения, находятся ресурсы… Кем принимаются решения? Лицом, который имеет на это право. Вот смотрите, лицо, которое имеет на это право, или группа лиц, которые работают в администрации и отвечают. В течение многих лет обеспечивают нашу область таким ремонтом дорог, которые мы видим на своих, извините, пятых точках. Значит? Чувствуем. Значит? Тут уже не выдержала общественная палата, которая не имеет на это прав, но хочет просто как житель, который на пятой точке чувствует постоянно то, что делает администрация с ремонтом дорог, проконтролировать. Мало того, эти вот люди с пятой точкой, воспаленные, они решили, что мы еще и через законодательное… через аксобрание это все дело проведет и проводят. Но они только в начале пути… Что проводят? Как бы системным тогда. Да, пожалуйста, у нас есть органы управления, например тот же законодательное. И как они работали эти годы на дорогу? Никак не работали. А вы считаете, что раз система не работает, а мы сейчас ему пятую колесо приделаем к телеге, и система начнет работать? Вы считаете, что лицо, принимающее решение, не в интересах жителей города, увидев общественную палату, начнет принимать или народный фронт, который… который сдержанно критикует власть, пытается конструктивно критиковать власть. Вы считаете, что вот эти пятые колеса в телеге... Вообще я считаю, что граждане нашей страны не пятые колеса в телеге. Граждане нет. Если каждый из граждан, каждый человек осознал, что он не пятое колесо и может поучаствовать в контроле, то это должно приводить не к разработке дополнительных правовых документов, механизмов и органов, а это должно приводить к отставке лица, принимающего решения, вот тогда народ, о котором вы говорите, реально будет... Пожалуйста, общественная палата должна ставить вопрос об отставке. Почувствовал на пятой точке? Блин, больно. Ставим вопрос об отставке. А если этот вопрос не принимается, не нужно разрабатывать дополнительные документы, надо просто распуститься. И всё. И нечего этим заниматься. Общественная палата разве обладает такими правами, как постановка вопроса об отставке? Почему не обладает? Любое общественное... Общественная палата. Почему не? Сели в общественной палате, сели, обсудили, проголосовали и направили резолюцию. А вы не находите, что в данном случае общественная палата, возможно, доказательную базу просто готовит? Ведь им же что говорят, нам с вами говорят, что администрация? Что мы делаем всё возможное, что можно сделать на эти деньги. И вот общественная палата решила показать, всё ли возможно, или всё-таки далеко не всё. То есть доказательная база, может быть, правильнее будет ставить вопрос о соответствии или несоответствии ответственного лица администрации? Ну, может быть, они собирают доказательную базу, но я думаю, что доказательств... Не верю. В данном случае можно сказать, не верю. Доказательств было достаточно для того, чтобы ставить... Это для вас? Ну, да, потому что я каждый день езжу по 40 с лишним километров в деревню и обратно, ещё и по городу. Однако вы, как гражданин, ни одним инструментом не воспользовали, чтобы поставить... Пожалуйста, всё время в вашем эфире, всё время говорю о команде, о несистемной работе и так далее. Воспользовался, мне предоставился счастливый шанс, что вы меня зовёте... Странно, чтобы ни разу за это время не произнести слово «выборы». Выборы? Да. Которые будут в сентябре, потом в марте. И что? Что я должен? Отреагировать должен? Выборы, выборы. Да, конечно. Ну, я отреагировал. Разве не это главный инструмент, который говорит о том, что мы доверяем, не доверяем, наказываем, убираем, и что мы хотим? Или вы в них уже совсем не верите? Чем дальше, тем хуже становится, конечно. Голосовать пойдёте в 18-й сетях? Я всегда ходил, но посмотрю. Судя по тому... Всегда ходил, но посмотрю. Да, судя по тому, какие будут кандидаты, судя по тому, как Единая Россия провела праймерис и сформировала свои списки, и я посмотрю, как его сформируют коммунисты, потому что я других не вижу сил, да? Да, вы тоже про двухпартийную законодательность. Да, я других сил не вижу, то есть я с удовольствием проголосовал бы за коммунистов, но я посмотрю список коммунистов, потому что в прошлый раз, когда они составили свой список... Вы бы с удовольствием за них, как альтернатива Единой России? Конечно. Только с этой... Только с этой точки зрения, да. Понятно. Азиз Агаев, это его особое мнение сегодня в эфире. Я, Светлана Заньку, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания.